В Приморье в этом году обновят более 30 пришкольных стадионов. Эту работу выполняют по поручению губернатора Олега Кожемяка. Так, например, в Владивостоке был обновлен стадион в центре образования «Вектор» на улице Пацаева. Здесь заменили покрытие футбольного поля и беговых дорожек, установили рампы. Теперь почти 2000 школьников могут заниматься спортом с комфортом. Сейчас есть условия уже хорошие, да? Поле хорошее, нравится? Конечно, тренировались. Ну все, молодцы. Спасибо вам большое. Согласен. Отремонтировали уличную спортивную площадку и в школе номер 14 на Ивановской, где обучаются 829 детей. Теперь ребята играют в футбол, баскетбол, а также осваивают навыки каратэ в максимально комфортных и современных условиях. Тренировки на открытом воздухе? Да. Да. Очень хорошо, здорово. Ребята, нравится? А раньше что-нибудь было? В принципе, то же самое, только в более плохом состоянии. В плохом состоянии. Сейчас удобно? Сейчас очень прям, может даже босиком. Спортивные объекты обновлены в том числе благодаря многочисленным обращениям приморцев, которые выражали недовольство нехваткой стадионов и плохим состоянием тех, что есть в наличии. Поэтому, исходя из обращений, мы вместе с мэром обсудили эти вопросы, сколько мы сможем непосредственно освоить в этом году денежных средств, сколько мы можем отремонтировать стадионов. И было принято решение вместе, в том числе посоветовавшись с депутатами, о выделении 460 миллионов на 30 пришкольных стадионов. Из них уже 20 сделаны, 10 в стадии сдачи. Ну и городская администрация провела торги, была экономия денежных средств, что позволило еще сделать 4 стадиона. Они сейчас находятся в работе. Также глава региона отметил, что программы по обустройству пришкольных стадионов и спортивных площадок планируются распространить и на другие населенные пункты края, чтобы у детей и взрослых в дечернее время была возможность заниматься спортом. Это хороший шаг на пути приобщения населения к массовому спорту и здоровому образу жизни. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.